В канун Рождества и Нового года в гостях у митрополита Русской Православной Церкви за рубежом побывала Юлия Райлер. Здесь нет куполов, нет привычного нашему взгляду храма, и вряд ли случайный прохожий сразу догадается, какую тайну хранят эти стены. Кафедральный собор Русской Православной Церкви за границей. Знаменитый Синодальный собор сливается с архитектурой города. В этом здании в Манхэттене, как считается, находится сердце Русской Православной Зарубежной Церкви. С 2008 года ее возглавляет владыка-метрополит Иларион. Он является шестым первоирархом Русской Православной Зарубежной Церкви. Сегодня он покровитель миллионов православных эмигрантов, оказавшихся по воле судьбы за границей. Он и сам из семьи эмигрантов. В 1929 году прошлого века его родители бежали из Украины в Канаду, где и был рожден будущий владыка Иларион, в миру Игорь Алексеевич Капрал. Владыка гостеприимно проводит нас по своей обитель, где он является хозяином уже более пяти лет. За это время произошло немало знаменательных событий. Самое важное – это церковное единство, воссоединение Русской Православной Церкви за рубежом с московским патриархатом. Русская Церковь за границей всегда чувствовала и считала себя неделимой частью Русской Церкви временно по историческим обстоятельствам, остававшись в таком самостоятельном существовании, но это только временным считалось всегда. Духовный центр русской эмиграции – Синод. Это здание было куплено в 1958 году на пожертвование русского банкира Сергея Семененко. При Синоде было решено открыть храм. Здесь совершается литургия, здесь собираются люди на молитву. Это является центром духовной жизни людей. Поэтому здесь же и хранится чудотворная икона Божьей Матери Курская Коренная. Курская Коренная чудотворная икона Божьей Матери Знамения является адыгидрией русского зарубежья. Эту икону русские люди взяли с собой в эмиграцию как благословение. Здесь находится место ее постоянного обитания. Икона много путешествует и творит чудеса исцеления по всему миру. Именно эта икона вернула к новой жизни певца Авраама Руссо. Он случайно оказался в одном самолете со святыней, которая впервые летела на родину после долгих лет эмиграции. Прикосновение к ней поменяло всю его жизнь. Все, что я делаю, с верой делаю. Это ежедневный ритм жизни. Это мое отношение к людям. Значит, я в себя верю. Значит, я в вас должен верить. Поэтому вера для меня – это фундамент моей жизни. У православных христиан начался рождественский пост, который продлится до 6 января 2014 года. Он готовит верующих к светлому празднику – Рождеству Христову. Приближается праздник Рождества Христова. Желаю всем духовной радости, мира, здоровья и долгой жизни всем. И чтобы Новый год также принес много счастья, радости и утешения всем людям. Вера, духовность, просветление и на пороге 2014 года являются важными точками отправления на жизненном пути человека. Юлия Райдлер, Марат Насибулин, НТВ Америка, Нью-Йорк.